На велосипеде у меня старая цепь и я буду менять ее сейчас на новую. Вот новая цепь. На велосипеде стоит цепь без замка. Я купил цепь с замком. Это намного удобнее. Вот он этот замок. С замком цепь намного удобнее, потому что ее тогда легко снимать. Как она делается. Вот он замок. Как он надевается. Продеваем сквозь одно звено. Соединяем со вторым. Теперь по двум отверстиям. Продеваем сюда. Продели и потянули. И все. Он встал на место. Как снимать. Так же само. Надо надавить вперед. И все. Оно выходит. Вот так вот легко и просто снимать цепь, если есть замок. Ну а на велосипеде у меня стоит цепь без замка. Поэтому это немножко сложнее будет. Там будем выбивать звенья. Снимаем цепь с велосипеда. Сперва опускаем так, чтобы она встала на каретку. После того, как послабили ее, вот она тянется. Ее можно достаточно вытянуть, чтобы поставить на какую-то поверхность. Подкладываем в кирпич. Еще палочку мы уже. И вот цепь ложится и удобно теперь ее вывить. Вот. Мы убираем любое звено. Допустим, вот это. Его и будем убивать. Подкладываем под него что-то с отверстием. Допустим, возьмем вот это на ключе. Поставили. Для выбивания я буду использовать обычный гвоздь по бетону. Ставим на краешек. Ставим его на нашу втулку, которая держит, соединяет звено. И стучим молотком. Все, вот оно уже пошло и слегка вышло с той стороны. Вот оно уже немножко выбилось. Продолжаем выбивать дальше. Если уже не хватает места, можно подложить гайку. Гвоздь уже дальше не проходит и не выбивает ее. Поэтому для того, чтобы добить, я использую саморез. Все равно немножко не хватает, поэтому подложим еще ключ. Вот оно вышло. Теперь это звено, этот штук можно вытянуть плоскогубцами. Все, цепь разъединили и можно снимать с велосипеда. Старую цепь сняли. Устанавливаем новую. Дотянули цепь. Вставляем замок. Цепь поставили. Но она длинная. Цепь у нас получилась длинная. Теперь надо сделать ее правильной длины. Для этого на переднем шатуне устанавливаем цепь на самую маленькую звездочку. То же самое делаем на задней системе звездочек. Установили тоже на самую маленькую. И вот тут видно, что цепь упирается сюда. Такого быть не должно. Нужно ее уменьшить так, чтобы в этом месте расстояние было от 2,5 до 4 см. Вот расстояние вот здесь, между цепью и переключателем должно быть от 2,5 до 4 см. Вот приблизительно такое расстояние должно быть. Здесь мы видим, что у меня раз, два, три, три звена лишних. Должно быть вот так. Вот так эти соединятся между собой. Раз, два, три, три звена. Их надо удалить. Для этого снимаем цепь. Ищем наш замок. Вот замок. Снимаем его. И снимаем цепь. Выбиваем лишние звенья. Ну, у меня было, что нужно убрать три. Но три не получится, потому что оконцовка должна быть вот такая. Тоненькая. Поэтому я сниму четыре. Раз, два, три, четыре. Вот в этом месте я буду выбивать. Вставляю ключ. Выбиваем. Вставляю ключ. Вставляю ключ. Выбиваем. Цепь, три, четыре. Я буду обрезать. Все. Сняли лишние звезды. Звенья. и ставим цепь на место теперь вставляем замок все вставили замок поправляем цепь и вот впереди стоит на самой маленькой звездочке сзади тоже на самой маленькой и вот оно наше расстояние от двух с половиной до четырех сантиметров сантиметров второй параметр это нужно переставить сзади на самую большую звезду и спереди на самую большую звезду переставляем вот стоит сзади на самый большой и впереди на самый большой и вот теперь этот параметр в данном случае это максимально возможное положение переключателя он стоит по прямой нельзя чтобы он стоял вот так был перекос в эту сторону прямое или же отклонение в эту сторону вот так значит все правильно все подходит и в этом и в том положении все работает нормально все цепь поменена вот это положение можно отрегулировать с помощью натяжителя цепи он находится вот здесь вот этот болтик влияет на натяжение цепи вот сейчас мы уменьшим натяжение цепи вот это положение немножко изменилось да